Более 50% жителей Германии имеют 41 и более квадратных метров жилой площади на душу населения. Сегодня, друзья, используя новый интерактивный инструмент, мы посмотрим, какие социальные группы населения имеют достаточно приличную жилую площадь, а какие все же не очень, как для Германии. И сделаю я это, сопоставляя свои собственные жилищные условия в Германии с условиями схожих или принципиально других слоев населения. Вы на канале Олег Полищук, Германия в общем и в частности. Давайте разбираться. В момент пандемии коронавируса моя семья, как и масса других немецких семей, ютилась в основном в квартире, так как здесь в Германии были довольно жесткие ограничения на передвижение вплоть до комендантского часа. И, собственно, наша квартира, которая до этого казалась нам вполне себе ничего, начала подавать признаки тесноты. Ведь находиться в пятером на практически 100 квадратных метров в течение целого дня и в течение многих дней оказалось не так уж и просто. Сегодня как раз я вам и покажу, действительно ли этой площади для нас маловато, или же это просто мои предрассудки, и около 100 квадратных метров вполне достаточно для проживания семейной пари с тремя детьми. Друзья, если кто не знал, то я уже практически два года проживаю в Германии на территории Баварии в городе Аугсбург, который был основан еще до нашей эры и является вторым по возрасту городом Германии. Но об этом прекрасном городе я расскажу вам как-нибудь в одном из моих следующих видео. Ну а мы начинаем глубже погружаться в тему жилищных условий и для начала немного статистических данных. Давайте посмотрим на результат репрезентативного опроса, в котором участвовали 38 тысяч человек из 14 различных домашних хозяйств в Германии. Ссылки на все эти источники к этому видео я оставлю в описании, ну а мы переходим к цифрам. Больше всего домохозяйств в Германии состоят из одного человека, и их доля с 1990 года по 2018 увеличилась с 34 до 42%. Средняя же жилая площадь, которую используют одинокие люди, это 65 квадратных метров на человека. Однако есть и другая крайность. Большие семьи с пятью и более людьми, а это как раз мой случай, проживают в среднем на 22 квадратных метрах на человека. Итак, друзья, давайте все же перейдем к интерактивному графику, и на примере нашей квартиры посмотрим, как у моей семьи обстоят дела с жилой площадью, соответствует ли она средним немецким стандартам. Но для начала, несколько вводных. Мы арендуем трехкомнатную квартиру в Аугусбурге общей площадью около 100 квадратных метров с двумя балконами. В этой квартире проживаю я, моя жена и наши трое детей в возрасте от 6 до 21 года. А теперь давайте посмотрим на график. Для начала введем необходимую информацию касательно жилой площади и количества лиц, проживающих на ней. Обратите внимание, что площадь нашей квартиры 96 квадратных метров, что из расчета на пятерых получается по 19 квадратных метров на человека. Эти две цифры будут необходимы нам при дальнейшем сравнении. Дальше мы видим, что график поделен на две части. Левую часть мы пока оставим нетронутой. Она показывает нам соотношение из расчета всего населения Германии. От маленьких квартир внизу до больших квартир вверху. А вот в правой части мы будем подбирать подгруппы, которые нам необходимы. Инструмент также позволяет с одной стороны сравнить жилую площадь домохозяйства в целом. Здесь мы будем постоянно видеть 96 квадратных метров. А с другой стороны сравнивать соотношение жилой площади на душу населения. И здесь мы будем отталкиваться от 19 квадратных метров на человека. На примере мы посмотрим, что показывает таблица в исходном состоянии. Итак, мы видим, что в качестве социальной группы используются люди пенсионного возраста. Так что правая часть показывает процентное распределение пенсионеров по этим двум критериям. Итак, давайте пробежимся по примеру, чтобы вы поняли, как это работает. На графике мы видим, что из 100% пенсионеров 48% имеют жилье площадью более чем 96 квадратных метров. А 52% пенсионеров менее чем 96 квадратных метров. Если же сопоставить с левой частью таблицы, то есть с общим населением Германии, то мы также видим, что 53% населения Германии используют жилую площадь более чем 96 квадратных метров. А 47% населения Германии имеют площадь меньше чем 96 квадратных метров. Здесь можно констатировать, что нет практически никакого социального неравенства между пенсионерами в Германии и в целом населением. Естественно, только по этому параметру. Если же посмотреть из расчета на душу населения, то картина будет следующая. В Германии нет ни одного пенсионера, проживающего на площади менее чем 19 квадратных метров на одного человека. А вот 6% в общем из всего населения живут еще в более стесненных условиях. Я надеюсь, что на этом примере вы полностью разобрались с тем, как читать этот график. Ну а мы переходим к личному сравнению. Друзья, я пока далеко не пенсионер, поэтому поищем параметры, соответствующие моим критериям. И в качестве первого критерия я выберу показатель домашнее хозяйство, в котором проживают 5 и более персон. Итак, исходя из квадратных метров, мы видим, что 75% домашних хозяйств в составе 5 и более человек имеют площадь больше, чем в моем случае. Ну а 25% меньше. Что показывает левая часть графика, смотрите сами. Хотя она в данном случае не так интересна для сравнения. Относительно этих же параметров на душу населения, то 65% людей из домашних хозяйств, в которых проживают 5 и более человек, имеют больше, чем 19 квадратных метров на человека, а 35% соответственно меньше. А мы движемся дальше и посмотрим, что здесь еще интересного. Еще один из важных показателей, так это то, что мы семейная пара с детьми. И здесь мы видим следующее. 71% семейных пар с детьми имеют жилую площадь более чем 96 квадратных метров, а 29% пар соответственно меньше. Если же отталкиваться не от площади жилья, а от квадратного метра на одного человека, то 88% человек из семейных пар, у которых есть дети, имеют более чем 19 квадратных метров на человека, а 12% соответственно меньше. И еще один и на мой взгляд важный показатель, это такой критерий, как образование. Мы с женой имеем оба высшие образования, поэтому смотрим на цифры. 56% людей с высшим образованием живут на площади более 96 квадратных метров. Соответственно 44% на площади менее чем 96 квадратных метров. Исходя из критерия на душу населения, 99% людей с высшим образованием имеют площадь более чем 19 квадратных метров на человека и только 1% меньше. Ну как вам, друзья, первые цифры? Лично я был в общем удивлен, так что продолжаем разбираться. Люди, которые арендуют жилье в Германии, живут теснее, чем собственники жилья. В среднем домовладельцы живут в квартирах площадью 125 квадратных метров, а арендаторы в 75 квадратных метрах. Но если посмотреть из расчета на душу населения, то 48 квадратных метров в жилой площади приходится на одного собственника жилья и только 35 квадратных метров на одного арендатора. Лишь 23% арендаторов проживают в квартирах площадью более 100 квадратных метров, а вот у собственников домохозяйств все с точностью да наоборот. Более 70% собственников живут в квартирах площадью за 100 квадратных метров. Ну а мы переходим дальше и посмотрим, как обстоят у нас дела с жилой площадью, сравнивая мои жилищные условия с другими слоями населения, которые также арендуют жилье. И здесь мы видим следующие показатели. Только 25% арендаторов снимают жилье общей площадью более чем 96 квадратных метров, а 75% соответственно менее. Что ж, повеяло оптимизмом, движемся дальше. Если посмотреть на цифры из расчета на душу населения, то только 10% людей живут в съемном жилье, в котором на одного человека приходится менее чем 19 квадратных метров. А у 90% ситуация все же получше. И еще один, на мой взгляд, интересный критерий – это сравнить свои условия с теми людьми, которые также пребывают на территории Германии по миграционным причинам. Итак, 40% мигрантов проживают на площади более чем 96 квадратных метров, а 60% соответственно на меньшей. Исходя из расчета на душу населения, мы видим, что 84% имеют более чем 19 квадратных метров на человека и только 16 меньше. Здесь есть еще ряд довольно интересных параметров, по которым мне также хотелось бы себя сравнить, но я опасаюсь, что видео окажется уж слишком длинным. Так как кроме этого сравнения, я хотел бы поделиться с вами еще и другими, крайне интересными фактами. Друзья, собственники домохозяйств в Германии более возрастные, чем арендаторы, и их возраст постоянно растет. Например, если в 2000 году было только 27% собственников жилья в возрасте 65 лет, то на 2019 год их доля уже выросла аж до 40%. А вот доля лиц до 45 лет за этот же период сократилась практически вдвое и сейчас составляет не более 15%. Что еще интересного, друзья, так это то, что уровень образования в Германии практически никак не влияет на уровень жилья. Купить себе недвижимость могут как люди с высшим образованием, так и лица, имеющие на руках лишь аттестат об окончании средней школы. Все зависит от того, сколько они зарабатывают и является ли владение собственной недвижимости целью для каждого из них. А в завершении еще один интересный факт. Большинство людей в Германии снимают дома, так как приобрести собственное жилье, особенно в мегаполисах, весьма дорого. Если же вам интересно знать, сколько стоит жилье в Германии, кто и под какой процент его кредитует, оставьте комментарий к этому видео. Когда я увижу, что на такую информацию существует запрос, я с удовольствием освещу эту тему в одном из моих следующих выпусков. Так что, друзья, как вы увидели, мне есть куда расти в плане улучшения жилищных условий. А вот как у вас обстоят дела с этим? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях к этому видео. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Всем пока, до встречи в новых выпусках.